Теперь, откровенно говоря, после дела Бэринг-Восток, я кроме спекулятивных инвестиций, каких-то серьезных прямых вложений в нашу экономику от иностранных инвесторов не жду. Тем более, что Путин вчера в своем послании дал понять, что его все устраивает. Что его все устраивает, что вот ракетирует Исян в агентстве стратегических инициатив как раз будет заниматься защитой бизнеса от произвола силовиков. Ха-ха-ха, очень смешно. Ну вот реально просто они еще и издеваются над всеми нами. И в этом контексте несколько слов про то вообще, какой у нас масштаб репрессий сегодня против предпринимателей в России. Вот несмотря на все эти многолетние путинские заклинания, он растет. Вот давайте на эти цифры посмотрим. Это цифры откуда? Из ежегодного доклада Бориса Титова, уполномоченного при президенте по правам предпринимателей. Он публикует на своем сайте ombudsman.biz, он публикует ежегодный доклад президенту о проблемах российского бизнеса. Там есть такой документ, который называется книга жалоб и предложений российского бизнеса, где один из разделов называется уголовное преследование предпринимателей. И вот покажите, да, вот шестнадцатая картинка, да, вы видите здесь циферки. Это не мы придумали. Это сотрудник администрации президента Борис Титов нам дает. Почти четверть миллиона уголовных дел против предпринимателей только в год возбуждается новых. До суда доходит примерно 20 процентов. И эта цифра снижается. Вот давайте несколько слов остановимся и об этом скажем. Что такое 250 новых тысяч новых уголовных дел против предпринимателей в год? У нас в России где-то условно примерно 5 миллионов человек так плюс-минус занимаются предпринимательством, да, и есть, имеет какое-то свое дело. 250 тысяч уголовных дел. По каждому из дел, скорее всего, проходят несколько людей. Дела длящиеся, то есть, они не на год открываются, они потом идут и, собственно, накапливаются, да, то есть, вот все это надо считать накопленным итогом. По 250 тысяч в год. Ну, значит, за 4 года вы получаете, типа, миллион уголовных дел против предпринимателей, по каждому из которых проходит по несколько человек. Это значит, что у нас там порядка 20 процентов вообще всех людей, занимающихся предпринимательством, ходят под уголовкой. Это вообще нормально? Ну, то есть, у нас реально предпринимательская деятельность считается, вот мы де-факто возвращаемся в советское время, когда была уголовная статья за занятие предпринимательской деятельностью, то есть, силовики считают, что вся предпринимательская деятельность, это незаконное извлечение дохода, да, с последующим отмыванием и легализацией. И вот следующая картинка, это вот эта, собственно, основная дубинка следаков против бизнеса, это вот эта пресловутая статья 159 Уголовного кодекса мошенничества, так по ней еще меньше, это три четверти из всех уголовных дел против предпринимателей возбуждаются по ней, еще меньше уголовных дел доходит до суда, 17 процентов. Это вот официальная статистика, я не знаю, Путин про какие-то 45 там говорил, да, 17 процентов это число дел, передаваемых в суд по отношению к общему числу возбуждаемых дел в год, это цифра из доклада Бориса Титова, уполномоченного в России по защите прав предпринимателей. Ну, откровенно говоря, дело Беринга, вот оно нам лишь приоткрыло дверь вот в этот дивный мир насилия над бизнесом, который у нас возведен в рамки такой повседневной, ежедневной рутины, да. Поэтому, что здесь Путин, вот что его все кудах-то не вчерашнее, что нельзя там предпринимателей обижать и силовики должны держаться от них подальше. Да у нас даже Верховный суд выпускал постановление специальное пару лет назад, где разъяснял подробно судам о том, что нельзя идти на поводу у следаков, которые используют вот эту силовую дубинку как рэкет против предпринимателей. Так судьи не слушаются. Плевать хотели, потому что круговая порука и все они повязаны вот этими всеми мафиозными коррупционными интересами. И Путин ничего с этим и не может и не хочет делать, потому что они ему лояльны. Эти люди обеспечивают ему власть и обеспечивают обогащение всей его олигархии. Поэтому все эти разговоры и вся эта демагогия о защите бизнеса от произвола силовиков, которые мы от Путина регулярно слышим, так и останется демагогией. Потому что он ворон ворону глаз не выклюет, он своих коррумпированных силовиков и судей не тронет. Потому что они обеспечивают ему его власть и его богатство. А предприниматели продолжат страдать от этого и масштабы только усиливаются. Вы сейчас на графиках все это видели. Вот такая грустная история, поэтому мне, честно говоря, не было никакого дела до этого в Беринг-Восток. Но надо признать, что они делали очень полезное дело для России. Приводили сюда капитал. Развивали очень важные нам бизнесы в технологической сфере, в финансовой сфере, в потребительской сфере, которыми все мы пользуемся. Что они за это получили? Тюрьму. Инвестор, значит, в тюрьму. Работать здесь можно только Аветисяном и Шерзодом Юсуповым. В Российской Федерации. Вот такую систему выстроил Владимир Владимирович Путин за 20 лет своего правления. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»